Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Протеерей отец Иоанн Кочуров, первомученик российского духовенства. Академист по образованию, он прибыл в Америку еще в 1901 году. И служение Церкви Божией нес в городе Чикаго, где и построил собор, один из лучших в Америке. Революция его застала в предместе Петрограда в Царском селе. По виду цветущей в обращении с людьми жизнерадостной, он был прямым и мужественным человеком. И открыто обличал толпу матросов за злодеяния. Эта толпа напала на него и избила, и полуживого тащила по шпалам железнодорожного полотна, пока он не скончался. Московский Священный Собор, заканчивая свою первую сессию 8 декабря 1917 года, издал сочувственное письмо вдове убитого. И тем отметил первую мученическую жертву русского духовенства, которых потом было без числа. Протоиерей А. Скипетров Открылся нодик петроградских мучеников. Известный среди многочисленного населения Калашниковского района и Невской заставы, настоятель церкви святых Бориса и Глеба, при которой находилась знаменитая часовенка Божией Матери всех скорбящих. Протоиерея отец А. Скипетров Туда стекали сотни тысяч богомольцев, главным образом рабочих, и маленьких людей, искавших утешение у чудотворной иконы с пятью грошиками, таинственно вонзившимися в лик иконы. Часовенка на стеклянном фарфоровом заводе имела высокое моральное значение для петроградского вообще населения, и протоиерей Скипетров пользовался большим влиянием, и, конечно, для коммунистов был ярым врагом, так как смело обличал в проповедях их строй. Испуганное и растерянное население столицы стало стекаться под сень храмов. Большевики решили нанести удар религиозным чувствам народа. Большой отряд матросов и красноармейцев появился у стен Александра Невской лавры в создании Петра Великого, у паперти Белоснежного Величавого Собора, в кельях монашествующие братья. Чекисты желали осмотреть серебряную раку, где покоятся мощи святого Александра Невского. В это время на паперти появляется в Петрахиле с крестом в руках престарелый отец Скипетров. Гневно сверкают его одухотворенные глаза, развивается, как у древнего пророка, седая львиная грива длинных волос. Он пытается остановить вооруженных людей, но раздается команда, и пули пронзают тело старца. Убитый падает на паперти с крестом в руках. Красноармейцы и чекисты переходят через труп и врываются в храм. Тело пастыря до вечера лежит на паперти. Кто-то из злодеев размозжил ему прикладом голову. Протеерей отец Философ Арнацкий Вторым из духовенства в Петерограде погиб популярный настоятель Казанского собора, протеерей отец Философ Арнацкий. Это был блестящий проповедник-оратор, большой общественный деятель, широкий благотворитель и создатель многих детских приютов для бедного населения. После октября протеерей отец Философ Арнацкий продолжал быть настоятелем Казанского собора и сделался прибежищем для ищущих утешения в религии. Большевики зорко следили за его деятельностью, и чтобы устрашить отважного старца, арестовали его двух сыновей. Гвардейских офицеров, которые впоследствии были расстреляны. Весной 1918 года чекисты явились на квартиру пастыря, дом номер 3 по Казанской улице, и отправили его на Гороховую, 2. Накануне он отслужил в соборе панихиду по жертвам террора, а расстрелы стали обычным явлением. Прихожане собора встревожились за судьбу пастыря. Составилось несколько делегаций, которых большевики не приняли. Наконец, в одно из воскресений после обедни, в сквере перед собором собралась многотысячная толпа, главным образом женщин, которые с пением молитв, кору, хоругами и иконами двинулись по Невскому проспекту, на Гороховую улицу, освободить батюшку отца-философа. Из толпы вышла делегация, которую коммунисту приняли и уверили, что они отца Арнацкого скоро выпустят, что он находится на Гороховой в камере, в полной безопасности. Толпа разошлась. В ту же ночь отец-философ был расстрелян. Случайно, во время скитаний по России, автору настоящих воспоминаний пришлось встретить бывшего рабочего обуховского завода, слесаря, шофера Павлова, который возил на расстрел отца Арнацкого и целую группу лиц вместе с ним. Как-то вызванный на откровенность, он говорил, «Да, что ж было делать? Приходилось и на смерть людей отвозить. Мобилизовали на это дело. Только в трезвом виде я этого не производил. Уклониться нельзя, тебя прикончат. Ну, выпьешь бутылку спирта покрепче и везешь. Чекисты нас баловали спиртом. А в норме ни за что машину не завезешь на такое дело. Больше всех запомнилось, как с батюшкой Арнацким ехали. Батюшка Арнацкий умирал, как святой человек. В ту ночь мы с разных тюрем 32 человека взяли на грузовик. Говорили, что все монархисты, офицеры. Были молодые, были и седые. Один говорил, что он полковник гвардии и крепко ругал большевиков. «Погибнете вы хоть через 20 лет, а все погибнете, как псы. Будет Россия опять, как Россия, а вы пропадете. Конвойные молчат, слушают. А батюшка Арнацкий успокаивает полковника и говорит, «Ничего, к Господу идем. Вот, примите мое пастырское благословение и послушайте святые молитвы». И стал читать то, что полагается, отходную над умирающим. Читает четко, твердым голосом. Читает и благословляет. Была темная, дождливая ночь. Все арестованные притихли и крестятся. Конвойные отвернулись. Меня жуть берет и хмель выскакивает. Приказано было вывезти из Алигова на берег залива. Долго мы ехали, а батюшка Арнацкий все молитвы читал. На месте, на самом берегу, выгрузились и поставили всех рядом. Здесь уже ждали чекисты. Подходили с наганами и стреляли в затылок. Батюшку рукоятка револьвера с ног сбили, а потом пристрелили в голову. Все убитые были брошены в море. Потом передавали, что труп от Саарнацкого не утонул, и его тело было выброшено волнами у Араньянбаума. Там его тайком, говорят, и похоронили жители. Есть другая версия его кончины. Отца Арнацкого расстреливали вместе с его двумя сыновьями. Его спросили, кого сначала убивать, вас или сыновей? Батюшка ответил, сыновей. Пока расстреливали юноши, отец Арнацкий, став на колени, читал отходную. Для расстрела отца Арнацкого построили взвод красноармейцев. Те отказались стрелять. Позвали китайцев. Идолопоклонники, устрашенные чудесной силой и видом молящегося колена преклоненного старца, также отказались. Тогда к батюшке подошел вплотную молодой комиссар и выстрелил в него из револьвера в упор. Глава 22. Протоиерей, Иоанн и Восторгов. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok